Добрый день всем! Спасибо за приглашение на замечательную конференцию. Красивый дом, замечательные карпини, я не знаю, как называется по-русски. Я знаю, эта выставка была в Петербурге, в консульстве. И эта техника такая, вырезается из бумаги. Они фантастические, удивительные, красивые. И мы попробуем соответствовать этой красоте при помощи Фортунатова. Итак, я буду говорить по преимуществу о неизданных вещах из Фортунатова. Я благодарна Марии Вячеславовне. Она облегчила мне жизнь, рассказав о Фортунатове в Москве, Фортунатове в педагоге, Фортунатове в профессоре. И я могу уже не рассказывать. Между тем, удивительная вещь. Когда издавались там Фортунатова, туда фактически не вошел балтистический материал. Думаю, что не только фольклористы в долгу перед Фортунатовым, но также и, скажем, фонетисты, фонологи и так далее. Между тем, когда мы первый раз приходим в аудиторию преподавать литовский язык, и начинаем учить, сприкать первый глагол, аж дербу, то дерби, есть дерба, я работаю и так далее. Но я нешу, то неши, если нешу. Вот тут же уже надо вяснить, что действует закон Фортунатова сосюра. То есть мы с Фортунатовым с первого дня опираемся на работу сколько можем. Теперь я хотела бы сказать несколько слов о начале научного пути Фортунатова. Я оглядываюсь на зал и смотрю, сколько людей здесь возраста 23 лет. Может, не очень много. Так вот, 23 лет Фортунатов. Фортунатов решил, что, готовясь к профессии лингвиста, надо изучать живые языки. Он не был первым. Это было даже своеобразно модно. И таким образом, почти 150 лет тому назад, в 1871 году, летом, они отправляются в деревню Требешке с Валгской губернией Литвы изучать местный диалект, живой местный диалект. Однако увлекся, заметив, что значительно больше интересно собирать песни и записывать. Не только слушать, как говорят, но записывать, что говорят и как говорят. Записывать песни, записывать загадки, поговорки и сказки. И поехал вместе с Всеволодом Федоровичем Миллером, ровесником, собственно, на год раньше умер, а так, 1848 года рождения. И в архиве, архив здесь написано, это 90-й фонд в архиве Петербургского филиала Российской академии наук. Все данные, которые я буду брать, это именно из этого фонда разные описи. Так вот, в другой описи указано, что как готовились. Готовились именно, сохранились записи года до поездки, выписки из разных справочников, словарей, которые были уже. И также мы знаем, что не с целью подражать, но также была рукопись Несельмана. Какой результат? Исписали две страницы, которые вместили 150 песен, 16 сказок, примерно 20 загадок, примерно столько же пословиц. Теперь хранится в указанной уже странице. Я попробую. Спасибо. Вот так выглядит 90-й фонд, из которых хранится в Петербурге. Я правильно делаю? Да-да. О, получилось. Здесь представлено, как Фортунатов записывал. Интересно, видно чуть-чуть? Записывал латиницей. На всякий случай напоминаю, что идет, кажется, не то восьмой, не то девятый год запрета печати литовских текстов латиницей. Тем не менее, он пишет латиницей. И мы можем вместе почитать. Акмуде без шакну, ванду без парну, папертис без жиделию. Аж я у нас бенергелес. Последнее слово «бе». Кто был внимательный к предыдущему докладу, могу, Татьяна Васильевна, могу напомнить, что там был камень серый, корни белые. Там был заговор положительный. Значит, вот мы несколько перекликаемся. Однако эту песню характеризует «бе». В дальнейшем Фортунатов и Мюллер проделали довольно большую работу. Она видна на пометах, на полях. Дополнение, исправление, уточнение значений некоторых слов. И в 1972 году, значит, Фортунатову уже аж 24 года, издаются собранные материалы в трех книгах, наверное, московских университетских известиях. Первая, потом вторая, третья вместе и четвертая. А в 1973 году издается отдельным изданием «Все». Но это все – это сто песен, только песен. Примерно половина, то есть треть песен и остальное остается неизданным. То, что было издано к чести составителей 20-томного литовского словаря, это вошло в словарь и сокращение «ФМ» Фортунатов-Миллер. Но остальное неведомо. Поэтому данные… Ага, я покажу, как это выглядит. Спасибо, Мария. Как выглядит это издание 1973 года. Я знаю, что в Рильнюсе, кажется, есть один экземпляр в библиотеке Мажвидаса. Если в университете, не знаю, возможно, и нет. Так, теперь издание. Как записывали латиницей, издание выглядит иначе. Попаду. Да, попало. Значит, два столбца. Левый столбец – это литовский текст к Рильлице. Давайте попробуем, почитаем. Это красиво. Это красиво. От докма войникели, мадательной падежи, удивительной. Ир ауксо жедели. Говорит девушка, которая промечила, согласилась прогуляться с парнем. Ответ. Мергеля, ману, ману явною. Войникас Марио Дугнели, жеделис под кавозлю. Под кавозе. Девушка просит, верни мне веночек и золотое. А вы можете прочитать перевод. Давайте подивимся символичности, куда попадает золотое колечко. Под кова. Что тогда обозначает под кова? Правда? Символ власти? Не знаю. Теперь надо сказать, что особенно для тех, которые изучают письменность XIX века, в том числе и литературу кириллицы. Там было несколько вариантов кириллицы. Были споры. Потемня сказал, говорил, что очень подходит кириллица для литовского языка. Баранавскас, говорит, абсолютно не подходит. Кстати, Потемня со своей реценцией остался в архиве. Не был напечатан. В отличие от статьи Баранавскаса 1898 года, где было. То есть это замечательный материал изучения письменности второй половины XIX века, особенно имея латиницу Фортунатова. Хорошо. Теперь переходим к следующему. Я уже говорила о подготовке. Еще очень важно упомянуть Несельмана 1953 года, который явно Фортунатов проштудировал. Это огромный сборник. Содерживает 410 номеров. Очень много. И который включает в себя Резу 1825 года, Станевича 1829 года. Восемьсот, конечно. Доукантаса. И цель у Несельмана была представить в хорошем виде немецкому читателю литовское богатство. Поэтому это была установка. Он тоже переводил на немецкий язык. Но также считал необходимым подвергнуть песне, изданное причастниками эстетической критики. То есть очистить от того, что не соответствует эстетическим соображениям немецкого уха. И вот это была точка, почему Фортунатов... Что решил Фортунатов и почему решил. Он... Я думаю... Ага... Видно сообщение Фортунатова. Без сомнения, после такой обработки песни приобрели большее художественное достоинство, хотя, по нашему мнению, настолько же утратили характер непосредственной простоты. Ну, я скажу, что иногда, может быть, я не знаю, как буду переводить на русский язык с простотой или по Несельману. Может быть, иногда придется употреблять медицинские термины. Так, дальше в издании, я имею в виду издание 73-го года, имеются два замечательных введения. Из деловых совершенно небольшое, но очень информативное описание диалекта, которые делают Фортунатов морфологии и фонетики. Особенности слова... Думаю, что сейчас не время, но на самом деле там имеются очень интересные материалы для этимологии и для прочего. И не менее интересные синтаксические замечания Миллера. Это введение Фортунатова, Миллера. По сути дела, это три этюда, которые я упомяну два. Это об свойствах инфинитива. Инфинитива с дательным, инфинитива с номинативом. С приведением... Это уже показано. Показано, что литовскому соответствует санскритский, ведийский. Дается славянский материал. Приведите, пожалуйста, а то я не попаду. Я считаю, что мы позволим Миллеру не вести дискуссию с Антоном Владимировичем, потому что он отсутствует. Доклад на эту тему был вчера. Мы немного поспорили, поговорили. А Миллера пропустим. Кто хочет, может взять издание 1973 года, они там есть. А я поговорю, как обещала, о неизданных вещах. А, я постараюсь быстро. А именно начну с поговорок. Их, как говорила, они не изданы. Как бывает с поговорками, с загадками, часто они повторяются в таком же варианте или чуть-чуть отличаются по регионам, по времени записи. мы некоторые и посмотрим. иначе, 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 ну, например, то, что, известно, ищут, как Григо Битес, разлетелись, как пчелы Григо, или же... или же... ну, другие немного отличаются. Скажем, меня удивляет перевод, Гнюсуэя, как Адамас, это вторая. Гнюсуэя, как Адамас Вовери или как Русас Рупужи. И объяснение. Гнюсуэя возится, это объясняет Фортунатов, как Адама Вовери... Белку. Белку. Или, как русский, жабу. Гнюсуэя, он говорит, возится. Есть похожие, которые... в которых объясняется, что Гнюсуэя могло бы обозначать и мучает. Но ни происхождения не известно. Интересно, скажем, четвертое. Шолка, как гусаетесь шлота сричит. Кинулся, как гусаетесь метлу вязать. Вот. И объяснение. Вязать метлой, если кто, принимается неловко сделаю. Это объяснение Фортунатова. Точного соответствия, я не смотрела... Честно говоря, я пересмотрела по Ороду и некоторым другим источникам. Шлота вообще-то обозначает порядок. Это символ порядка, скажем, выражение. «Кол аж гиба, это шлота сричит. Кинулся и рожай». То есть, пока жива, пока цела. То есть, это символ дома, порядка дома. Скорее всего. Очень интересная поговорка, которая являетесь как бы результатом стазок. Срединец, лаксток, как дурнис с дуремис, бегает, как дурак с дверью. Замечетельная сказка, вредно я успею процитировать ее. И лижа, и лижа, ищепа гаворка, ищепа гаворка, ага, совсем непонятная, не ощущается, как лелис с пауту. Лелис – это такая… носится, как лелис с яйцом. Лелис – это такая ночная птица. И комментарий неправдоподобный Фортунатова. Лелис высиживает яйца, нося их в когтях. Другие… Ну, как-то такое не очень ясное. В других случаях это когда о человеке, который медленно ходит, неловко что-то делает, то есть совсем другое… Так. Но не надо удивляться, что имеются различия. те же слова, та же поговорка со временем может менять свой смысл из содержания. На этот счет замечательная статья Кудергене есть. Загадки. Чтобы не было вам скучно, я после… Так, переведем. Здесь тоже есть знакомые, есть не очень знакомые, некоторые я комментирую. Ну, скажем, первый – «Дубега-дубяяя пентаскаверода», «Двое бегут», «Двое догоняют», «Пятый дорогу показывают». Это все мы знаем, правда? Я после загадки буду секунду делать паузу, чтобы вы разгадали. Такой интерактивный доклад. «Голова на кирстам, шедесичем-то гер дуоте, гере, кальвет лепе колба». Голова отрубленная, сердце вынуто, даже пить, пьет. Велишь говорит – говорит. Время ушло – это пюро. Так. Ну, о каробах, которые лыжат не банибудим. Ищу одну, которая мне исключительно нравится, именно у Фортунатова приобретает какую-то космическую значение. Это номер четвертый. «Тево диржас несуленкемас, бродо жиргас несулейкомас». Я ставила написание оригиналом. «Мотка скриня неуждарома». «Ремин аца не сгибаем». «Кон брата неукратим». «Сундук матерей не закрываем». Секунда прошла. Еще раз. «Род, язык, атлетичный и интуи». Хорошо. Наводка. Есть договорка, что вместо «дево диржас», «дево диржас» – это дорога. Это дорога. Конь – это ветер. А сундук матери, наверное, земли, который не закрывается – это озеро. Отдельные элементы можно было нечто схожее отыскать. Но целостность получается совсем другое значение. Хорошо. О маках не будем говорить. «Разгатки приличные». «Разгатки приличные». Сапог. Сапог. Хорошо. Давайте ищем. Здесь будет, может, легче. «Висос обженес – т.к. галутис лаукас. Весь обрушай, только кунчек лызай». Правильно. Да. Хорошо. Ну и что? Третья. «Eина поня пер дварой. Шимта маршкина. Папа чевеясь, матык шикиня. Идет госпожа через двор с сотней рубашек. Падует ветер. Увидь по-латыне – анус. Увидь анус. Курица. Нет, да, ветер, если падует, идея неплохая. Хорошо. Ну, может быть… Ага. Ну, например… Хорошо. Шнип, шнип. Бедарагис. Трис шикнос. Чечо сакис. Шнип, шлис – это третий с конца звукоподражающий. Бедарагис – это рог, который бодает. Дальше. Шесть частей тела, которые теряют… Три. Три, извините. Конечно. Это будет какое-то анималь непонятное. Значит, три задницы – шесть глаз. Трудовая загадка. Это пашут на двух валах. Потому что присчитывается и та задняя часть пахаря. Хорошо. Ну и последнее. Че, дорогой, че, дорогой. Прошел таве, липк ан мане. Тут два рога, тут два рога. Прошу тебя, лезь на меня. Перина. Перина. Правильно. От родственники. Ага, хорошо. Кончилось время. Я несколько слов сказала бы о сказках. А обсуждать нечего, потому что фортуна твоего нету. А я только пересказываю. Или пора кончить? Ну, минуту. Еще можно… Нет, заодно я не успею. О сказках вообще. Вообще чувствуется… Чувствуется регион, где записывается. Поэтому сказки об одном Пруссе, о одном католике и об одном еврее. Сказка… Сказка – это не то. Сказы, наверное. О поляках. Сказ о русского Мартина. О немецкого Мартина. Это актуально, потому что только что были праздники новогодние, десять дней. И праздники майские, сколько? Пять дней, наверное. Это не важно. Поэтому я быстро перескажу. Один батрак пришел, нанялся служить господину. Говорит, все, буду работать, только все свои праздники буду праздновать. И приходит праздник. Батрак говорит, я праздную. Хозяин говорит, хорошо. Другая неделя. Батрак опять празднует. Еще неделя. Ну, хозяин. Завтра праздник всех святых. Ох, думает хозяин, замечательно. Наконец-то все. Больше праздников не будет. Нет. Еще чуть-чуть проходит время. И говорит, святой Мартин, надо праздновать. Говорит, где твой Мартин был раньше жаба последней, когда все святые праздновали? Говорит, езжай в лес, привези дрова. Возвращается. Святой Мартин не дает дрова. Я с ним поговорю. Говорит хозяин. Отправляется в лес. Отправляется в лес. Медведь спит. Привел к берлогу медведя. Спит и с хозяином не беседует. Тот кнутом. Медведь подскочил, так помял хозяина, что еле живого батрак привез домой. Но он уже был совсем другой. Он так идет, качаясь к дому, смотрит черная кошка у забора. И он снял шапку перед котом, поклонился и говорит «Лавс риц пона Мартина Вайкас». Доброе утро, ребенок господина Мартина. Уважает. С этого времени это этиологический праздник. Всегда празднуют немцы святого Мартина. А праздников много. Имеется сказка об Эгле Жальчу Каролине. Она уже вошла в четыре тома исследования об этой сказке. Есть варианты уже не в Карите, а в Карите. Предательница не кукушка, а ворона. Вместо невесты сажают гусь, овцу и корову. Причем сваты не очень замечают этого. И сыновей только двое. А именно те, которые превратятся в дуба, ясеня и так. На самом деле с деталями очень важно. Совсем последнее, трогательное. Идет еж по дороге, находит шиллинг. Идет и говорит. Кто имеет шиллинг, тот пойдет на ярмарку. У кого нет шиллинга, тот не пойдет. Едет господин, слышит, как тот ворчит все время. Ему надоело слушать и говорить. Он сказал, остановите, заберите. У него не о чем будет говорить. Он говорит, что указали, что не сходится на нём. О дайте шиллинг это сказал гаспадин. И уж тогда говорит, как бьёй, то и ротидове, как бьёй, то и ротидове. Вот. Последнее, ремесленное. Кто научил человека, думаю, что он был совалькиец по всему колориту этого, кто научил плавить железо. Идёт человек к пузницу. Нужно плавить железо и изготовлять какой-то инструмент. Встречается лиса и спрашивает, а куда идёшь? А что ты там будешь делать? Тот объясняет, дай мне курицу, я тебя научу. Человек говорит, нет, я сам соображу. Весь день работает, ничего не получается. Возвращается печальный, встречает лису и спрашивает, ну как? Говорит, хорошо, всё получилось. А, говорит лиса, так, может, ты песок сыпал на железо? Ага, вот так, думая совалькиецка. Ему жалуют курицу, а во-вторых, хорошо соображает, что необязательно в лице всё говорить. Всё, я кончаю. Замечательный препосокис есть, я не помню. Да, оставляю, можно читать. Препосокис, наверное, мне скажут, это перед сказкой рассказывают или после. Идея этого препосокис литовского, что было так, всё хорошо. Я был, всё видел, мёд тёг по бороде и так далее. Ну вот, всё, всё, всё исчезло, стеклянные сапожки разлюбились, накидка тоже. Так вот, сижу, и я тебе сказку рассказываю, всё. В заключении скажу следующее. На самом деле мы с фольклором вообще, теперь его всё меньше и меньше такого оригинального. Рождается новый фольклор, он тоже фольклор, но на самом деле довольно много. Я думаю, это не единственное, которое не усвоено старое. Какого мы видим фортунатого здесь? Молодого, энергичного, который может менять своё решение на ходу. И, собственно, для него это было важно и для Литвы было важно. Добавлю некоторые вещи, которые я знаю тоже по архивным материалам. Во-первых, он помогал кому мог. В том числе Йонас Яблонский был учеником фортунатова. Я знаю, когда, как только отменили запрет на печать, была ослаблена комиссия во главе с фортунатовым, которую ещё вошли Яунюс, Майронис и Вольтерис, для составления учебной программы для сувалкиевских начальных школ. Объясняю, не надо говорить, что детям трудно изучать два языка, государственный и литовский. Выучить их природное право знать этот язык. Всё, простите. Спасибо. 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 Продолжение следует...